Сложное зло. Очень сложное. Мне кажется, что это же, знаешь, такой философский вопрос. Это мы любим. Нет, ну типа зло. Комик это же философ. Да, современный. Вот мне очень, кстати, из-за этого. Из-за ИСП. Всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, ребят, всем привет, на связи Куджи. Как настроение? Надеюсь, все отлично. В гостях у нас, что называется, начало трилогии комиков. У нас будет трилогия комиков. Новая надежда. Нет, 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 трилогия выпусков с комиками. Начало первой трилогии. Новая надежда. Да, да, да. Выпуск с комиком под номером один. В нас в гостях Сергей Орлов. Честно говоря, стеснялись себя звать. Почему? Потому что ты слишком популярный. Ой, аааа, не надо. Ну, я, знаешь, я как-то не люблю, не то, что не люблю, а скорее воздерживаюсь от того, чтобы звать в этот подкаст очень популярных людей. Не знаю даже почему. Чтобы им не показалось, что мне от них что-то нужно. А мне показалось, что ты никогда меня сюда не звал, потому что я слишком глубь для этого. Нет, нет, нет. Скорее, слишком популярен. Стал в последнее время. Сколько у тебя крокусов было? Вчера был. Вчера был и позавчера, и еще восьмого. Три подряд. Восьмого. Не подряд. Первого, второго и восьмого. Ну, считай, три подряд. Ну, да, да. За неделю. Да. На самом деле, я очень рад за твои успехи все. Также, на самом деле, Сергей не просто так пришел. Его приход в Куджи приурочен к его выходу, релизу его концерта, который называется «Человек с головой собаки», который вышел на платформе specialscomedy.com. Это, если вы помните, Артур Чапорян приходил к нам с тем же моментом, ты помнишь? Конечно, он же свой концерт там выложил. Да, там же выложил свой концерт. И что бы мы хотели сказать вначале? Мы бы хотели вас попросить купить Сергея концерт. Пожалуйста. Я объясню, для чего. Потому что это очень... Не люблю вот эти вот все слова. Индустрия. Какие еще вот есть слова-синоним к этому? Индустрия? Культура? Культура. Вот это все я не люблю. На самом деле, достаточно важный момент, что наконец-таки появилась какая-то площадка для всех комиков, где комики могут что-то заработать на своем релизе. Ты как считаешь? Как будто способ действительно посмотреть правде в глаза. Вот я продаю, и вот сколько людей купит по-настоящему. То есть не просто там где-то в интернете посмотрел или за едой оставил комментарий, а здесь покупка. Это о многом говорит. Это вот и есть целевая аудитория, которая так сильно любит смотреть, что готова за это заплатить деньги. На самом деле, влияние определяется не вот теми людьми, которые стали известны и потом отправились в путешествии и стали что-то еще делать. Это типа сила и как бы влияние определяется большим количеством комиков, которые как раз неизвестны. Тот факт, что у тебя в Москве есть довольно много стендап-клубов, у тебя есть открытые микрофоны, и туда люди ходят, и эти люди часто плохо шутят, но они все равно туда ходят и шутить. Это как раз и означает, что культура прижилась, потому что у тебя есть немного подобных явлений. У тебя есть что, где, когда. Формат, который был придуман, вот он есть в телевизоре, и при этом там что, где, когда играют в разных городах и разных странах. КВН был так же. У тебя была такая вот как бы, это совсем другое, не как что, где, когда. Корпорация больше, но тоже везде у тебя были эти команды. Так и здесь у тебя появились стендап-клубы, появились комики, и это стало нормальным явлением. То есть не надо объяснять, что такое. Поэтому да, конечно, прижилось. В этом смысле, когда ты говоришь, как будто спустя 10 лет уже можно всерьез рассуждать о том, что у тебя есть какой-то мейнстрим, да, и какой-то вот условно не мейнстрим. Когда ты говоришь, вот появилась площадка, где может человек выложить свой концерт. Что самое главное, без посредников. Вот, без посредников. Это очень важный момент. Это вот как Сергей правильно говорит, что это типа ультимативная проверка. Например, то есть ты можешь этого никогда не делать и все время использовать телевизор, да, и рекламу. Телевизор. Телевизор. Вот, и у тебя будет постоянно, ну, типа какая-то аудитория, она будет собираться, потому что, ну, маркетинг творит чудеса. Вот, но вот тот факт, что ты можешь напрямую обратиться к аудитории и проверить, это прямо прикольно. Поэтому, ребята, specialscomedy.com покупаем концерт Сергея. Сергей, много работаешь. Я вот честно про тебя, вот из всех популярных людей я могу про тебя сказать, что ты очень много работаешь. А мне же нравится, то есть это, ну вот. Сейчас мы будем говорить какой-то хорошенький, так. Ну, мне же нравится просто. Ты же понимаешь, что когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты же по-другому воспринимаешь этот момент. Слушай, я не помню, как один из комиков, я смотрел какой-то подкаст, и один из комиков сказал, что всегда надо сохранять вот этот момент, что то, что ты занимаешься комедией, это должно быть необычно в твоей жизни. Да, хорошая, кстати, фраза. Ничего себе. Да, всегда не забывай о том, что комедия — это какой-то необычный момент в твоей жизни. Вот скажи, когда ты столько месяцев не бываешь, столько дней не бываешь в году рядом с семьей, у тебя не бывает такого чувства пресыщения от этого всего, что это становится, опять-таки, не люблю эти слова, рутиной? Конечно. Конечно бывает. Конечно. Это первостепенно, что что есть. То есть ты... А знаешь, в чем еще прикол, когда ты так долго живешь в таком моменте, ты не понимаешь потом, как жить без этого. То есть, смотри, я когда возвращаюсь с каких-то больших заездов, первые четыре дня я учусь обратно жить вот обычный... То есть я, прикинь, там все, у тебя есть настроенная схема. Ты проснулся до десяти, ты знаешь, что в гостинице покормят. Потом ты спускаешься... Я... Даже алгоритм одинаковый. То есть я уже знаю, что мне нужно взять с собой куртку прямо в ресторан отеля, где дают завтрак, потому что после завтрака там рядом дверь на улицу, чтобы я покурил. Потом я покурю, иду обратно. Я себе купил специально... То есть я даже научил чемоданы выбирать правильно для таких вещей. Знаешь, какой нужен для этого? Который как багажник открывается, потому что в него можно вот так все кинуть, вот так закрыть, его потом... Не надо вот так вот складывать. Вот я вот так все кидаю, закрываю, выхожу, мы садимся в машину или в аэропорт едем, или на машине едем. Потом ты приезжаешь, я знаю примерно сколько... Я знаю почти точно, сколько мне надо времени, чтобы сходить в душ и почистить зубы прям секунда в секунду. И потом ты приезжаешь, и вот этого всего уже нету. Ну там концерт, потом после концерта спать. А тут приезжаешь, такой, блин, тут надо что-то еще делать. Ну как-то жить. Я тебя понял. Я знаешь, я попросил убрать мне выходные в туре, потому что я не знаю, чем заниматься. Условно в Казани. У меня нету там дел. Никаких. Знаешь, что я делал? Вот у меня было пару выходных, там какой-то в Казани был, в Екатеринбурге. Знаешь, что я делаю в эти дни? Я иду в стендап-клуб. Потому что я не знаю, куда мне идти, я не знаю, что мне делать. Ну вообще, это прикольно такое, знаешь, типа есть такой анекдот про математиков, знаешь, типа... Так, так. Ну, классик такой... Семь Кёнигсбергских мостов? Нет, нет. Спасибо. Это задача. Спасибо, да. Это не анекдот. А что там было? Ну... Надо пройти по мостам. Расскажи. У тебя есть мосты, по ним надо пройти так, чтобы по каждому мосту ты прошел один раз, и если ты так сделаешь, случится чудо. И, по-моему, это невозможно. И это невозможно. Вот вообще тоже математическая загадка. Семь Кёнигсбергских мостов. Ответ. Это невозможно. Ну, чтобы понять, что это невозможно, Леонарду Элеру пришлось придумать критерий обхода, и он смог доказать, что это невозможно. Это было офигенно. Это как бы из этого... А если бы просто сказать, это невозможно. Ну, мало ли, может, и пиздишь. Ага. Нормально. Вот так. Математика так устроена. Я таких задач много могу придумать. Хорошо. Вот, короче, неплохо. Вот, так типа заполняет эту, как ее... Пустоту. Анкету математика. Блин, вот это... Ох. Давай, давай. Вот, и он пишет, типа, работа. Изучаю уравнение Фрид Гольма первого рода. Там, увлечение. Изучаю уравнение Фрид Гольма второго рода. Вот примерно так ты сейчас... Третье, ожумание, пожалуйста. Беги-то, сука. Беги-то, ожумание. Спад. Ты не знаешь этот мем. Я знаю этот мем. Это очень популярный мем. Ты вообще такой... Да, я же за интернет. Да, классно, классно. Вот. И в этом смысле как раз, знаешь, такой, типа, чем заняться? Пойду послушаю, как люди стендапом занимаются. Да. Типа, работа, я стендаплю. Можно расскажу смешную историю? Итак, у нас рубрика «Ебучая география от Авиасейлс». Сервиса по покупке дешевых авиабилетов. Давненько не было. Давненько. Давненько. Итак, Тимур, ты готов? Готов? Вопрос. Вопрос географический. Что ты знаешь про лохор? Что-что? Про лохор. Лохор? Про лохор. Про — это предлог. Лохор — это, в общем, название, про которое тебя спрашивают. Лохор. Лохор. Что я знаю про лохор? Лохор. Ну, конечно, наталкивает на некоторые примитивные шутки. Несомненно. Твои какие? Ну, типа, место, где живут лохи. Неплохо. Допустим. Да, например. Я подумал, что здесь есть слово «ла». «Ла», как вот… «Ля». Да. «Лохор». И «хор», как по-английски шлюха. «Лохор». Вот такое. О, неплохо. Такого я не знал. У тебя в примитивности моя шутка выиграла. Да? У тебя еще культурные отсылки к другому языку. Это как плохая шутка, куда ты добавил еще зачем-то культурные отсылки. У тебя смешанные испаноязычные. Неплохо. Испано-английские. Неплохо. Есть комики, которые оценили бы. Так вот, короче, это город в Пакистане. Второй по величине. Так, сейчас уже опасно стало. Штука состоит в том, что, если ты посмотришь во всевозможные путеводители, это очень клевый город. Суперинтересный. Там можно приехать, там большое количество… Самокатов. Не знаю. Не знаю, но там большое количество мест, которые… Вот, там большое количество достопримечательностей, но город замечательен не этим. В прошлом году он вышел на первое место в мире по загрязненности. Причем загрязнен он… По гимнастике, я думал, ты сейчас скажешь. По гимнастике. Причем загрязнен он частицами мелкими. Это частицы, которые называются ПМ-2. Два с половиной. Считаются самые опасные. Там самый высокий уровень загрязнения. Это частицы пыли, сажи, микрочастицы всевозможных выбросов. И там их невероятная концентрация. Судя по всему, это, ну, как бы, причина этого того, что слишком мало деревьев. Они не справляются с очисткой. Вот. И у тебя есть город, второе преувеличение в Пакистане, который есть во всех путеводителях. Но воздух там худший в мире. Вот такое замечательное место. Можете туда слетать, в Лахор. Это была ебучая география от Авиасейл. Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Действительно ебучая. Теперь и для бизнеса. Должен был встретиться с Русланом Белым. Мы очень долго планировали эту встречу. Он иноагент, кстати. Если что. А за день до этого у меня сел голос. Просто пропал голос. Просто вот нет голоса. Вообще нет. Но все равно встретился с Белым. Это неспроста. Да. Почему? Ну это видно там какие-то движения. Ты попал под колеса. А, я понял. Хорошо. А Белый так хотел со мной всех обсудить и обхуесосить. А у меня пропал голос. Он ждал этой встречи, наверное, где-то месяц, как узнал об этом. Я просто сидел, и он три часа просто говорил. И так и сам я такой. Да. Блин, звучит как крут, на самом деле. Из ситкома как будто бы все знаешь. Мне вообще нравится смотреть, когда Руслан просто жалуется на что-то. А нет, он не жаловался. Он просто со мной именно рассуждал. Знаешь, я такой. Ну вот с этим виделся еще такой. Джей, молчаливый Тимур. Ну такая схема была. От него же ребенок еще родился. Ты понимаешь, что для него это было совсем маленький. Для него это вообще отдушина было. Надо было пойти поговорить. Да, но я просто не мог говорить. Просто сидел такой. Ну ничего, он же с тобой поговорил. Нет, он со мной поговорил. Но я здесь себя чувствовал, если честно, как будто я подставил его. Знаешь, как будто я что-то плохое. Я думаю, он и не нуждался в том, что ты что-то говорил. Ну, возможно, да. Ты хотя бы... Ты потом у него уточнил, он заметил, что ты не разговаривал? Нет, конечно, заметил. Хорошо, тогда все в порядке. Все заметил. Вообще, это удивительно. На следующий день мне поставили укол. Укол, и все вернулось. Да? Это как работает? Есть же эти врачи-фониаторы. Да, да. Я слышал очень много историй от всяких музыкантов, которых буквально нету голоса. Да. Там что-то заливают связки, какой-то раствор теплый. Нет, мне прям сделали укол. Через часа три у меня сразу появился голос. Мы как-то ездили записывать подкаст давным-давно. И нужно было приехать и записать четыре подряд подкасты. Короче, я пока ехал в поезде, у меня пропал голос, он сел. И поэтому у меня два-три подкаста записано. Вот так вот я разговариваю. Это прикольно. А потом у меня окончательно пропал голос. И как раз к этому моменту приехал фониатор. Она мне промыла связки, поставила укол. И что-то еще она дала мне какие-то таблетки, и у меня появился очень плохой голос. Поэтому там есть три хрипящих подкаста, и четвертый с не моим голосом. То есть как будто меня кто-то переозвучил. Офигенная история. Но было очень интересно. Можешь такой повторять я не хочу. А прикинь эти, которые вот Death Metal делают, и вот этот Growling, это же вообще там должен дежурить несколько таких врачей на концертах. Вот группа типа Sleep Note, допустим. Кори Тейлор, он же вообще удивительный чувак. Ты знаешь, да? Я Sleep Note знаю, но ничего не знаю. Ты не знаешь, что помимо того, что он солист Sleep Note, он еще и столист Стон Сойер группы, который по-моему... У него вообще три группы. У него есть еще... Как она называется? Хелле, по-моему, была. Я вот... Я Sleep Note это в масках, да? Да, но ты прикинь, это чуваки, которые поют вообще лютый, такой тяжелый. Ну, по крайней мере, раньше. Я не знаю, как это слушать. Я обожаю. Самое тяжелое, что я люблю слушать, я не знаю. Вот типа Led Zeppelin, Black Simon. Это туда? Ну, это не совсем. Нет, это не туда. Ну, хотя Led Zeppelin и вот... Этот Led Zeppelin тяжелый блюз, да, такой. Black Sabbath. Ну, не, Black Sabbath это рок-н-ролл. Нет, я как бы слушал Sleep Note с первого альбома. Да, самый классный. Wait and Bleed, когда были, да? Это второй уже? Да, я имею в виду его, конечно, потому что первый был еще без кори, он назывался MFKR. Там не было хороших песен. Вот первый был, который Self-Titled, где был Wait and Bleed, потом была Aiva. Да, Seek. Это вот все хиты были. People Equal Shit. Это следующее. Можно я замечу одну вещь? Смотрите, я не то, чтобы там... У меня есть какой-то хейт по поводу вот этой музыки, да? Ну, вот это... Это как это? Heavy Metal, да? Что это такое? Нет, это не Heavy Metal. Это так-то New Metal. New Metal, да? Вот я обратил внимание, что вот люди, которые по темпераменту очень спокойные, любят такую музыку. Я не могу такое слушать, именно потому что меня это как-то разгоняет. У меня начинается сердцебиение, увеличивается пульс, разгоняется, знаешь. Ну, потому что я по темпераменту неспокойный человек. Я, наверное, можно сказать... Меня можно отнести к категории нервных людей. Я не могу такое вот именно... Знаешь, математики же любят это слушать, да? Это решать что-то. Программисты это очень... Они пишут код, это все слушают. А это сложная музыка, потому что? Она сложная? Нет, я вообще это не отрицаю. Она сложная. Тут не вопрос сложности. Тут Тимур говорит, что она эмоционально очень заряжена. Нет, это я понял тоже. Ну, это все. Ну, вот ты же по темпераменту, скорее всего, спокойный, да? Больше спокойный, да. Больше спокойный, да. И ты это можешь слушать. А я сижу, я не могу это слушать. Потому что я как бы все понимаю, что это все сложно, все энергично. Наверное, самое такое еще быстрое, что я могу послушать, ну, металлика, наверное, тоже, да? Ну, нет, это... Так просто металли. Трэш-металл, нет? Нет. Я люблю спокойный, типа, панкрок, может быть. Первый альбом, wait and bleed. Еще... Ой, wait and bleed, kill and all. А второй уже не трэш. У них с ними играл Дэвид Мастерин. Тру Америка, трэш-металл. Мега-деф. Да, это был такой мем. Тру Норвегия, блэк-металл был, да? Вот. Это, ну, там просто, понимаешь, они все еще умеют петь. Вот это, типа, очень важно, что они все это умеют. Это факт. Это факт. Просто за годы существования этой тяжелой музыки это знание стало, благодаря еще Ютьюбу, очень таким доступным. Потому что я смотрел ролик, где там какой-то, ну, натуральный пиздюк объясняет, как делать пиггинг. Это, короче, хрюшка. Это когда, ну, так называется вокал, он бывает на вдохе, бывает на выдохе. Вот. И он такой... Вот так ты делаешь. И вот он делает это, он говорит, вот надо пить воду. Все. И он прям очень круто делает. И видно, что у него со связками все в порядке. Вот. А я помню, когда это все начиналось, потом уже куча людей осталась вообще без голоса. Вот, например, первый вокалист, по-моему, Диллинджер Эскейп-план остался без голоса вообще. То есть у человека нет голоса всегда, вот как у тебя. Вот он может только хрипеть теперь. Вот. Потому что сорвал. Вот. Поэтому... Навсегда. Ну, навсегда. Ты поломал все связки, все. Но это, типа, очень прикольно, потому что у этого это какое-то дополнительное знание, и люди этому учатся. Но в этом смысле меня больше удивляет это, тувинское горловое пение. О, это вообще фантастика. Да, я знаю. Я прям врубаю. У меня есть канал, там есть несколько треков. Я прям, ну, не тувинское даже, а просто горловое пение врубаешь, и прям они вот вообще, они прям такие звуки издают. Мне очень нравится. В этом есть что-то такое, знаешь, чудовищное. Ну, не чудовищное, а такое примитивное, но в хорошем смысле, да? Как будто это какие-то звуки, которые мы забыли, которых нет в музыке сейчас. Знаешь, сейчас вот все такое... Есть какой-то американский, видимо, битмарь, либо европейский, потому что он, короче, взял тувинское горловое пение одну из известных таких композиций и наложил на какой-то такой вот бит, типа трэповский, или что, получилась такая композиция прикольная, но он назвал ее Полинезия, потому что просто не разобрался. Ну, типичный, типичный интернет. Как оно примерно звучит? Да, вот они, они так прямо долго, и... Что-то подобное же ваффе, конечно. У меня ненадолго хватило, кстати, ты знаешь, я же увлекался варганами, я их собирал, разные варганы, у меня их где-то штук 10. Серьезно? Да, с разных мест в России я приезжал и спрашивал, есть ли у вас подобный инструмент, потому что у нас в Якутии... Это маленький, да, такой? Да, у нас в Якутии называется хамус, вот, в Бурятии он, по-моему, называется, вот так и называется, варган. Я вот привез вот с разного, с Дальнего Востока, с разных мест, и причем некоторые я нашел больше как даже не инструмент, а уже какое-то произведение искусства, там, я у кого-то мастера купил, и еще причем тысяч за 40, по-моему. Он вырезанный, такой очень красивый, и он мне сразу предупредил, что это для профессионалов, потому что очень тугая струна, и на нем очень тяжело играть, потому что чем туже струна, тем круче чувак играет. Но я все равно его купил, пробовал, пробовал, мне тяжело. Я вот где-то, наверное, попытался научиться тоже по урокам на Ютубе играть, наверное, полгода меня хватило, и что-то научился я играть. Я пробовал, у меня вибрации просто, я их не могу, зубы, вот это все. А там дыхание. Ну, я прям, у меня вот это все, у меня вообще не получается. Я подумал, что... Там очень важно, именно вот они с помощью дыхания создают вот эту вот калибрацию, вот эту вот... Оле круто было бы, если бы ты сейчас поиграл просто. На Варгане? Где-то минут пять просто. Вот, и это прямо очень клевая музыка. Мне кажется, что вот, кстати, Грол, вот в таком классическом понимании, в котором мы себя представляем, он как раз оттуда родом. Потому что есть же еще джазовый, мягкий Грол, вот есть типа какой-нибудь там What a Wonderful World. А, точно, точно. Она же поется мягким Гролом. Что-то не Гол спел, разве? Нет, ну вот эта песня поется таким, как будто хриплым голосом, и это как раз она поется именно Гролом, а таким мягким джазовым, который не подразумевает, что ты там типа I'm gonna sleep your throat and fuck the wound. У меня вообще вот Sleep Knot на самом деле очень теплыми воспоминаниями. Почему еще? Потому что это, наверное, одна из тех групп, которые мне понравились просто так, собственно. То есть, я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть, она мне понравилась путем именно моих рассуждений. Понимаешь, сейчас очень трудно это сделать, потому что ты... Это крутая мысль. Что ты сейчас в интернете смотришь, допустим, какую-то музыку. Она может тебе в шортсах, в рилсах или где-то еще. Ты один раз услышал такой, отмял, а она тебе потом постоянно где-то бам-бам-бам. Ты такой, о, кажется, мне эта песня нравится. Или какое-то интервью кого-то посмотрел. А здесь я был в отсутствии интернета полностью. У нас не было телефонов мобильных в депутатском тогда. И ничего. И были только кассеты. И я просто взял у друга кассету какой-то группы. И слушал ее. И мне понравилась она просто потому, что я ее слушал. Это очень круто. Это вот как раз то, чему вот эти все истории лишили нас возможности открывать какую-то музыку. Да-да-да. В том числе. Потому что тебе постоянно это все подсовывается. У меня, например, я вот сейчас, я уже несколько лет там принципиально слушаю Black. Ну, принципиально просто потому, что под него очень прикольно работать. Вот. У меня есть несколько каналов. Я туда сам руками захожу. Потому что, что офигенно, пока алгоритмы YouTube не справляются. То есть они работают так. Я запускаю. Захожу туда, вышел новый альбом. Какой-то вообще обязательно неизвестной группы. Это не принципиальное требование, но просто скорее всего. Ты его послушал, он тебя сразу начинает три альбома по кругу крутить. И поэтому рекомендательная система не работает. Вот. Но ты заходишь, и это возможность сделать вот послушать именно музыку, которую ты вот просто потыкал. У меня, например, гипотеза есть, что если на обложке лес, будь заебись. Вот всегда, еще ни разу. А разве есть другие обложки? Да, дофига, там очень много. Я только лес видел. Не-не-не, хороший лес. Вот ты смотришь, такой, да. Вот сейчас будет да. А я еще, знаешь, занимался, то есть насколько вот мне понравилось. То есть я нашел вот эту кассету, потом нашел еще какой-то диск, потом еще, и потом уже я ходил, знаешь, я, то есть нашел еще в деревне там еще как-то парень один слушал, а он еще, мало того, что слушал, он еще оказался большим поклонником Джордисона, это барабанщик в группе. И он прям был, ну то есть он больше. Большой, да, к сожалению. И он очень сильно именно его любил, поэтому делал его вот эти маски японские, вырезал из картона, из самореза. И научился, прикинь, он научился играть на барабане достаточно сносно, ручками на коробках дома. Он мне, я когда пришел домой, я удивился, вот инженерная мысль, он сделал себе педаль из лего и пасты от ручки. То есть он ее как-то зажал, сюда что-то прикрутил, и она действительно была педаль. Настолько сильно он хотел, потому что не было барабанов. А потом в ДК отрыли какие-то старые барабаны советские, и вот он на них играл прям достаточно сносно. И я ходил к нему жестким диском, потом у него такая была папка, и там было написано, допустим, Джордисон, ты туда заходишь, и там было фотографии в маске и без маски. То есть, знаешь, ну то есть у него все по папкам. Представь, Тимур, ты приходишь домой, и там пахнет какой-то едой. И вот этот запах, который должен быть из детства, чтобы ты почувствовал этот запах, и прямо у тебя сразу поднялось настроение. Давай, первое, что приходит на урок. Во сколько я прихожу домой? Вечером. Вечером. Вечером, но не супер поздно. То есть еще можно все поесть. Ну, наверное, запах жареной картошки. Жареной картошки? У меня блины. О! Блины. Ну это я утром прихожу домой. У меня блины вообще. После рейва. Да, после рейва. А у меня блины просто круглые. После рейва. Так. Это утром. Утром, да. А вечером запах жареной картошки. Очень круто. С укропом. У меня блины такие вот, знаешь, тонкие блины, большие, которые... Ну, я понял, что они кроссфитные, Андрей. Ну, не панкейки. Я понял это, да. Хорошо, не кроссфит. А, смотри, какие шутки пошли. Так, так. Вот. Я это к тому, что у нас вот сегодня интеграция от вкуса. Да. И как бы идея состоит в том, что на самом деле дома надо готовить. Факт. Факт. Это не только полезно для твоего здоровья, потому что ты знаешь, из чего ты делаешь еду, но это полезно и для психического здоровья. Фу, вот абсолютно верно. Это вот реально разгружает очень сильно. Разгружает, конечно. Более того, это задает тебе рутину, когда ты готовишь, и это очень важно. То есть готовить нужно. И в готовке есть две вещи. Есть начало и конец всегда. Да? Ну, как тебе? Ну, не, имей в виду, что в любом случае ты до какого-то состояния должен приготовить еду. Чтобы хотя бы понять, она как бы съедобная или нет. Да, редко. Но готовка, да, это да. Редко можно забить. Я мою знаменитую пасту-то не ел, да? Нет, не ел. Я понял. Вот. Ты-то мои знаменитые эти ел. Вафли. Вафли. Суховатые. Суховатые были. Суховатые. Вот. И, но, если, предположим, ты задержался на работе, да? Да, предположим. Вот. То иногда бывает все-таки необходимо заказать готовую еду. Вот. И тут, соответственно, приходит на помощь вкусвилл. Так. Там ты можешь заказать готовую еду, она высокого качества, тебе бесплатная доставка, привозят, ешь. Я там вот очень люблю куриную грудку, это все подтвердят. А я люблю лосось на пару с брокколи и с цветной капустой и с морковкой. Скидка на первый заказ 300 рублей. Промокод от нас на все готовое. Вот я, кстати, раньше недооценивал промокоды, сейчас все я пользуюсь промокодами, это вообще лучшее, что есть. Неплохо. Ну, в ноябре. В ноябре. Ты просто, типа, повзрослел. Я тебе серьезно говорю. Это так удобно, такой, на. Промокод есть? Есть. На. На все готовое, а в одно слово. Русскими буквами. Я вот еще там блины с яблоками люблю. Грудку, заказывайте грудку. Вообще, вот я иногда захожу в Кусвилл, как, знаешь, такое офлайн маркетплейс. Просто вот я смотрю, а чего там вот нет. Я вот как-то там Wi-Fi роутер купил. Я за майку «Слепнот» чуть пизды не получил в 2000 году в Тамбове. Это в каком смысле? Чуть секс не получил или чуть не побили? Смешно. Смешно. Чувствуется, что я в компании комиков. Класс. Нет. Стендап. Нет. До меня мужик в автобусе стал, да ебус, что у меня на майке нарисовывают. Потому что они были страшные. Ну да, а там была с первого альбома, там написано «Слепнот», и они все вот там, знаешь, у них фотка, которая с обложки альбома, где так все вытянуто, они там вот так смотрят. С носом. Где белая маска. Да-да-да. С кровью еще или уже с черными? Нет, с кровью, с кровью. У меня есть такая майка, я ее купил в винтажном магазине. Старая-старая, на ней даже сзади дырка. У меня майка была куплена в Америке, и она типа износилась, потом выкинулась, конечно. У меня батя до нашего, как и все майки. А до него нет в автобусе? Нет, это уже было потом. Папа выглядел как человек, который пострадал за «Слепнот». Да-да, реально. Это такой типа серьезный фанат, не то, что я. Из рок-групп у меня две в майке. Я очень хотел купить всегда настоящие. Это вот «Слепнот» и «Король и Шут». «Король и Шут» легче было достать. Я пришел к ним на концерт и купил у них эту майку. Это, кстати, было здесь. В каком году? Уже после вообще, лет пять назад. Я ходил на этот день памяти. И там, получается, приходишь к мерчевой палатке «Король и Шут», и там вот одна майка «Король и Шут», вот эта классическая с шутом. И очень много мерча «Князя», который суперстранный, некрасивый. У меня ничего не понимаешь. Вот этот вот красно-черный, видел, полосатый. А скажи, тебе понравился вот этот сериал про них? Знаешь, мне больше да, чем нет. Потому что я разговаривал с другими фанатами, типа Васей Медведевым, допустим, который тоже, к вам кажется, придет, да? Он вообще... Не раскрывай нашу трилогию. Не раскрывай. Трилогия. Там в конце будет вторая «Звезда смерти», ты сейчас все из «Коррдена» вообще. Ну, короче, Вася, ему настолько не понравилось, что он прям злится, когда об этом говорит. А я как будто посмотрел это как отдельное творческое произведение, ну, типа, по мотивам группы «Король и Шут». Я никогда не задумывался, откуда они взялись. И я помню, что первый раз мне группа «Король и Шут» заветовала подруга. Она там позже эмигрировала в Израиль, но до того, как она эмигрировала в Израиль, она занималась иконописью. Вот. И она мне говорит, очень клево. И дала две кассеты послушать. Она говорит, они сочиняют сказки, все очень круто. Они реально все... Я вот тоже ноль в этом. Штука состоит в том, что они все там сами из ИЗО. Что он тоже, типа, они... Он реставратор. Да, они реставраторы. Я думаю, а, ну вот как тебе. Сейчас-то я такой спустя 20 лет думаю, вот как тебе эта кассета попала. Небось, по вашим там реставрационным секретным каналам. Он же реставратор. Причем князь до сих пор вот занимается каким-то 3D там что-то он... У них на экране сзади появляются мультики какие-то. Он их сам рисует. Я помню, я в 98-м году был в Питере, и там висели плакаты. А это сильно отличалось от Тамбова. В Тамбове вообще не было плакатов, концертов. Вообще, в принципе, не было. То есть невозможно было увидеть плакат музыкальный. А там везде были плакаты. Такой концерт, такой я просто смотрел, ходил с открытым... Ну, там еще все названия знакомые. Мы там были с товарищем. Я говорю, а это что за группа? Там написано Король и Шут. Он говорит, это странно. Там один типа Король, другой типа Шут, у него еще зубов нет. И поэтому я вот с 98-го года запомнил, а в 2000-м только послушал. Ну, в 2000-м они уже были типа известные. Суперзвезды. Они были... Это, наверное, феномен среди рок-групп, потому что вот такой общественной популярности, такого рода музыка так и больше, кроме них, никто не сделал. То есть, понимаешь, это очень удивительно, что это песни, выдуманные про сказки, ведьм там и так далее. Но группа Король и Шут — это именно рецательное фактически в этой индустрии. Ну, я, опять-таки, не в теме немножко, да, потому что мне такое трудно слушать. Не потому что я такой весь хорошенький, а просто, ну, не знаю. Нет, Король и Шут — прекрасный музыкант. То есть, сто процентов, сто процентов. Именно музыка хорошая. Но кино нет? Кино? Кино мне скорее именно рецательное. Ты знаешь, что... А, кино, группа кино? Кино, группа кино. Нет, безусловно. Но когда говорят... Просто, я имею в виду, как... А какого рода это? Это панк музыка Король и Шут получают? Считается панк, но я не сказал бы, что это панк. Это просто классический рок. Нет, это вообще, конечно же, это вроде панк, но это, как сказать, что гражданская оборона панка. Но это тоже, типа, хорошо, панк. Нет, все, что не Джи Джи Аллен, все не панк. Ну, нет, ну, ты же... А Секс Писелс? Ты смотрел это, как он назывался фильм? Круглосуточные тусовщики? Вот как раз фильм про то, как они придумывали панк-музыку. Про чувака, у которого было шоу на британском телевидении, который стал продюсировать группы. А, подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Там начинается с того, что там выходит чувак, говорит, сейчас, типа, этот не может выступить, он заболел, сейчас будет группа New Order. Что-то такое, они начинают какие-то группы выступать, и он дальше просто перечисляет, кто сидит в аудитории, а там потом все будут известны. Там есть момент, когда они прямо придумывают эту музыку. Он сидит, играет на басу, чувак, он говорит, не-не-не, ты слишком сложно играешь. У тебя там что-то сложно. Ты давай, вот одну ноту, вот давай мне. И они придумывали это звучание. Я не смотрел этот фильм. И вот они прямо придумали это звучание и сказали, вот это панк. Но на самом деле, когда, это же, типа, обман, жанровый обман, который был придуман музыкальными журналистами для того, чтобы музыкальные, можно было устраивать холивары. Это панк или это рок? Это типа ambient black metal. Подожди, подожди. The Stooges — это панк. Ну, формально. Я смотрел вот этот фильм Джармуша, по-моему, который про то, как The Stooges придумали панк-музыку до появления панк-музыки. Вот смотри, у тебя есть... За 10 лет до появления. У тебя есть история очень простая. Когда ты классифицируешь что-нибудь, тебе нужно определиться, по какому принципу ты это классифицируешь. Если ты классифицируешь музыку, ты ее можешь классифицировать по трем составляющим, по большому счету. Первое — это используемые инструменты. Вот используют они дудки, например. Будем говорить, это панк. Панк, если дудка, например. Например. Дудки — это ска-панк. Вот, видишь? Вот, например. Дальше говорим, окей, инструменты. Духовые, да, мы сейчас говорим. Духовые, да. Мы говорим. Второе — использование каких-то там музыкальных особенностей. Ходов, гармоний, приемов музыкальных. Вся современная музыка одинаковая с точки зрения вот такого анализа. Потому что вся современная музыка — это такая повторяющиеся куски, то, что называется риф. Да, квадрат. И оно все примерно одинаковое. А что мы имеем в виду под современной музыкой? Под современной музыкой мы имеем в виду музыку, которая создана в последние 50-70 лет. А, 57 лет. Потому что у тебя, например, если ты посмотришь на 50-е, у тебя был Брубек, был такой вот, у него есть несколько замечательных вещей. Они джазовые были, музыканты, но он как раз очень был экспериментатор. У него есть великие вещи, пять четвертых она, как она называется-то правильно, я не помню. Она, по-моему, так называется, 5-4. И у него есть Unsquared Dance. Это вот такие вещи очень известные. Их, если услышишь, мы их не можем поставить, нас забанят. Вот, но если их услышишь, ты сразу их узнаешь. Надо тебе для Телеграм-канала Куджи создать плейлист из твоих любимых. Я создавал, да, у меня там было хорошее. А что ты не прислал? Я прислал. Не прислал? Не прислал, я пришлю. У меня там была канадская группа, которая засемплировала русскую народную песню в середине. Я просто, я такой, типа, сколько круто. Ничего себе. Да, вот. И у тебя третий есть. И третий, это вот все, что вокруг. Это тема, про которую у тебя музыканты поют. Их какая-то там, условно, энергетика, их эмоциональная составляющая. Вот панк, это на самом деле про третий. Он, понимаешь, он не про инструменты, не про это, а про то, как люди себя воспринимают. Панк давно, по-моему, стал уже больше философией, чем музыкой. Панками сейчас называют кого угодно. И музыкантов, и можно комика назвать панком. Хакеров. Хакера почему нет? Да, когда ты... Можно адвоката назвать даже панком. Знаешь, если он вот этот вот киношный с бутылкой виски, сигареты... Линкольн для адвоката, нет? Да, конечно. Оттуда? Ну, он в первом сезоне. Во втором уже нет. Во втором уже это. Это, по-моему, фильм. Нет, это фильм, а сейчас вышел сериал. А ты знаешь, кстати, что такая вот музыка очень... Вот у нас в стране не так сильно имеет популярность, наверное, такую массовую. А вот в Европе, в Восточной Европе... Ну, то есть я вот был в Праге, ну, то есть там очень много людей с какими-то метал-футболками. Да, так большинство российских метал-групп с этого жили. У них была система такая, ты релизишь музыку, ты зарабатываешь с мерча. Есть люди, которые принципиально покупают твои альбомы, ну, там, вот, например, на виниле. Им это ни за чем не нужно, но это поддержать музыканта. И главный доход всегда был с концертов. То есть они ездят на концерты, приезжают, и это была большая история. Потому что, ну, как бы фанаты такой тяжелой музыки, они довольно жиденько размазаны по миру. Но благодаря интернету их можно собрать воедино, и они сила в этом смысле. Вот. Я возвращаюсь к Королю Шуту. У меня была идея, что Короли Шут, на самом деле, они не специально попали. Вот, знаешь, в конце 90-х была такая группа в Калифорнии. Называлась Sixteen Horsepower. Ну, 16 лошадиных сил. Тогда так это было, как и, блядь, половина названий группы, это было прозвище для героина. Почему такое вот было прозвище? Вот. И они играли, знаешь, такое альтернативное, довольно мрачное кантри. Вот. То есть у них... Да. То есть это не звучит прикольно, потому что, ну, ты ожидаешь... Когда ты говоришь кантри, ты сразу себе представишь блюграсс. Вот это вот там веселое такое банджо. А у них вот был довольно такой банджо, бас и песни. Вот, знаешь, у них песни такие с такой христианской тематикой. Про грех, про то, что все мы умрем. Они такие, на самом деле, были очень альтернативные, очень прикольно звучали. Я когда-то... Звучит как очень экспериментальная штука. Нет, это был... Они были крайне популярны, они прямо оставили свой след. У них это даже такой поджанр появился кантри, называется Американо. То есть это Dark American Folk. О, фонг еще. Мне как будто бы вот по описанию... Ты знаешь, такой есть американский вид фонга? А, не фонга, прошу прощения, постпанка. Постпанка, где он такой какой-то... Как будто бы, знаешь, в стиле американских цыган. Я хрен знаю, как объяснить, но это вот... Знаешь, на кого они похожи стилистически? Вот как Большой Куш. Джипси. Да, вот. И они вот делают какую-то такую музыку, и все клипы у них, это знаешь, какой-то чернявий тип. Типа Гоголь Бордел? Не-не-не, Гоголь Бордел это скорее что-то такое, типа фестивальное, а тут оно такое, вот как ты описал, мрачное, вот такое. Там тоже иногда есть какой-то банджо, и вот эти вот коренные цыгане американские, которые в каких-то очень пестрых рубашках, и вот так подстрижены, и у них прикол, что все их видео, они очень активно танцуют под эту музыку с абсолютно отсутствующим лицом. Нет, я не видел. Вот, и моя идея была, что вот на самом деле в России всегда не хватало такой мрачной фолк-музыки своей. И вот как раз Король и Шут попадал в эту... Я совсем недавно просто... А красная плесень? Нет, это больше прикол, наверное. Прикол? Ну, конечно, это смешно. Ну, я угорал. Ну, конечно. Я совсем недавно что-то искал, типа, современный русский фолк, и я нашел несколько групп, которые прям мрачняк прикольно играют. То есть, как бы, идея-то жива. То есть, это я возвращаясь к тому, ты просто сказал, что это вот уникальное явление, и больше оно не было, но я думаю, оно повторится. То есть, возможно, не как одна группа, а как пучок групп, но в целом эта ниша не занята. То есть, вот какой-то, знаешь... Типа Хоффманита? Я не понимаю, что... А есть группа, это Атавайо, ты знаешь ее? Нет. Атавайо тоже делает фолк. Вот они там про скобарей поют, про что-то такое. Прикольно. У них клипы есть. Ну, вообще, да, вот эти вот направления, вот то, что ты сказал, Гоголь Борделла, но есть у нас The Hatters группа, это же примерно вот, да? Да. Гоголь Борделла. Я очень хорошо знаю Юру Музжанг. Он, кстати, сейчас бросил пить. Бля, мне так не нравится эта тенденция, когда они громко об этом заявляют. А, что кто-то что-то бросает? Бля, да, все побросали пить, блядь. Вчера тоже, вот у меня вчера был этот концерт, после концерта в гримерку все заходят, и вот в гримерке... А все вот просто кто, перечислили всех. Ну, там человек 30 было. Медийные. Ну, там в основном были мои друзья, но... Там в Крокус, смотрите, там есть гримерка и гостевая гримерка, знаешь, там какая-то... А кто вообще? Сразу видно не был в Крокус. Вот ты сказал, из медийных, а из медийных... Да нет, я шучу. И они заходят... Марат Сквозьбаб был, но он был позавчера. Ну, короче, заходят, и там какие-то человека 4, типа, я уже 3 месяца не пью. Такой, блядь. Блядь. Ты зашел на пьянку, ну, не имей совесть, не говори так. Можно я скажу свое ощущение? Это не тактично. Я, видимо, олдскульнич. Я вот со стаканом стою. Зачем ты, извини, зачем ты мне вот это сейчас говоришь? Что ты 3 месяца не пьешь. Я сейчас, знаешь, так. Ты стоишь такой... Ты знаешь, да, алкоголь же, он мозг разрушает. Слушай, слушай. На потенцию влияет. Вообще, в целом, люди, которые пьют, это не до человеки. Ощущения могу рассказать свои? Я же как бы олдскульщик, да, и, ну, типа, мне 39. Тебе тоже, да? Тебе сколько? 30. 30, да. Ну, вот между нами поколение разница. Для меня раньше вообще словосочетание, да, вот оттуда, вот ты сейчас говорил про детство, из детства, что я бросил пить, это про кого-то там 50-летнего, 60-летнего мужика. Еще закодировался обязательно. Да, закодировался. Ну, это вот прям уже очень... Я зашился, зашился, да. Это уже близко к пожилому возрасту мужчина. Когда я сейчас слышу, как твои ровесники, да даже мои ровесники, когда 25-26, когда именно говорят, я бросил пить, я такой, ну, я, ну, тут скорее... Как это вообще возможно? Потому что ты никогда не испытывал, ты же не пьешь, насколько я знаю. Ну, я там люблю пивандри. Ну, вот, но тоже вот так вот, да? Ты потому что никогда не был подвержен зависимости. Не, ну, я имею в виду, как будто это появилось совсем недавно. Да. Что именно, я знаю там, как будто ранее... Сейчас я плохо формулирую сегодня, как и всегда. Как будто бы поколение до, там, 35-ти, оно больше подвержено наркотикам, чем алкоголю. Понимаешь, то есть в мое вот время, там, 20-летнего, 25-летнего, больше я слышал, там, я, там... Спился. Не спился, я не слышал, там, скололся, там, я не знаю, больше скололся, там, еще что-то. Но вот именно бросил пить, это для меня, ну, типа, суперстранно. Мне кажется, что вот главное в этой истории, то, что тут публичность этого действия. С одной стороны, как бы, понятно, ты так публично про это заявил, может быть, тебе потом будет легче придерживаться. Но в целом, по-моему, это личная вещь. Сто процентов. То есть если ты что-то решил такого сорта, да, то, как бы, когда ты начинаешь про это всем рассказывать, это как будто вот, ну, в этом есть какая-то что-то неправильное, знаешь, как будто ты... На пьянке, как минимум, это говорит неэтично. Я не пью. Да. Я бросил пить. Просто молчи тогда, постой. Ну, постой, попей лимонат. Да-да-да. Какие проблемы. Но это, знаешь, это как, когда вот начинается история, что, вот, там, человек, например, ходит к психологу, да, и вот обнаруживается какая-то проблема. Он ходит всем про эту проблему рассказывать. Вы знаете, у меня вот такая штуковина. А вот это вот этично... Оголение правду. Вот этично говорить, что ты ходишь к психологу и какие-то выводы оттуда выносить, если ты медицина? Нормально говорить, что ты ходишь, ненормально навязывать это. Ненормально, типа, говорить, вот, допустим, ты мне что-то рассказал. Я говорю, ты знаешь, я вот психотерапевтом это обсуждал вот так, так, так и так. Вот это неправильно, мне кажется. Потому что все равно твой опыт, он же уникальный, а твой другой, и я не могу его ретранслировать на тебя. Извини, извини. Давай, Скорей. Я просто хотел сказать, что здесь еще есть другой момент. Я-то про другое говорю. Когда ты начинаешь... Понимаешь, тут есть тонкая вещь, такая тонкая грань. Вот условно человек ходит к психологу, ему нужна помощь. Он эту помощь получает. Это как хождение к любому другому врачу. Но почему-то с психологом нет такого, что ты приходишь и говоришь, вот к проктологу хожу, понимаешь? Вот как-то почему-то люди предпочитают психолога акцентировать. Это раз. А второе, что есть такое ощущение, что люди часто этим злоупотребляют. Понимаешь? Вот они начинают тебе рассказывать, что вот как бы проблема состоит в том, что невозможно померить твои духовные страдания. Я могу померить уровень холестерина в твоей крови, взять кровь, померил, все. То, как тебе сейчас, как болит твоя душа, знаешь только ты, да? А я знаю, как моя. И когда ты говоришь, братан, мне вот сейчас так плохо, что я вот обещал, но не сделал. Вот проебался. Но, понимаешь, мне плохо. И это как будто дает человеку, знаешь, индульгенцию от чувства вины. Он проебался, он обещал, но братан, это все психологические проблемы. Понимаешь? И это та часть, которая вот очень сложна. В этот момент ты чувствуешь себя вот немножко некомфортно, потому что, с одной стороны, он вообще-то накосячил, и вы о чем-то договаривались, а он этого не сделал. А с другой стороны, он ссылается на такую вещь, которую, ну, сложно критиковать, да? Может, у него, ну, действительно, там, пиздец, биполярное расстройство, настоящее, невыдуманное, а вот у него сейчас депрессивный эпизод, он не мог двое суток встать с кровати физически просто. Вот. И ты такой, типа, блин, как-то непонятно. И вот это вот меня всегда в таких разговорах очень сильно напрягает, потому что, ну, когда человек начинает на тебя это наваливать, особенно если не твой близкий друг, вот что важно, да, ты такой, типа, я не знаю, зачем для нашего разговора этот контекст. Ты проебался, вот что мне теперь с этой информацией? Да-да-да, это, ты знаешь, это очень похоже, кстати, на не только вот с психологическими проблемами, с физическими тоже в плане алкоголизма, это тоже такая, то есть я имел опыт, то есть это примерно так же, то есть ты когда каждый раз, когда ты пытаешься помочь хроническому алкоголику, он каждый раз будет ссылаться тебе на то, что ты, ну, на то, что это зависимость, на то, что это болезнь. И, наверное, все-таки я считаю, что я совершал сам эту ошибку и, наверное, думаю, что это все-таки ошибка, может быть, нет, я не знаю, надо спросить у людей, которые занимаются их лечением. Я совершал ошибку, потому что каждый раз я оправдывал все поступки человека тем, что он, ну, это болезнь, он не справляется. Но в какой-то момент мне кто-то сказал, по-моему, даже психотерапевт мне сказал, да, что алкоголики не сломались, нет такого, что она сломалась, что ее, что надо ее починить. Ну, это не так. Нет такого, что вот как в больнице, как в больнице, да? Да, как разломанная рука. Да, 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 это не так. Ты не починишь, типа, не так надо к ней относиться. И вот здесь вот, мне кажется, тоже, потому что я вот, ну, когда ты начинаешь оправдывать в своей голове даже психологию, то есть, ну, да, я понимаю, что он испытывает, поэтому... Я, если честно, последнее время, когда ты начинаешь об этом думать, я уже устал разбираться в моей жизни. Последнее время появилось столько этих нюансов, блядь, когда касаемо и работы, и личной жизни, когда ты должен всегда думать об этом, знаешь, ты должен всегда сглаживать какие-то углы, пытаться одно на другое вот так вот затянуть. Я уже, я уже, я уже, я уже, я не могу уже, я просто устал, типа, знаешь, постоянно думать, обидел я кого-то или не обидел. А еще такая проблема, что меня не научили, понимаешь, мне когда сказали, что если тебе человек приходит с проблемой какой-то, тебе достаточно сказать, мне очень жаль, я расстроен, я, я тоже расстроен, что у тебя такие проблемы. И я, у меня это, вот этой схемы у меня в голове нету. Меня как будто с детства научили так, что когда ко мне кто-то приходит, я должен спросить, что я должен сделать, чтобы этого не было, чтобы этого больше не происходило. Скажи мне, что надо от меня. А оказывается, прикинь, не всегда, можно так, можно сказать. Но ты же из небольшого города. Да. Ну вот видишь, это сетап вот небольшой, 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 небольшого коллектива. Но если ты живешь там в небольшом городе, в небольшой деревне, если к тебе приходит человек с проблемой, это, скорее всего, ну серьезная ситуация. Он обращается к тебе целенаправленно. Это такой, это типа схема мышления, которая позволяет вам держаться друг за друг. Когда ты известный человек, и вокруг миллион людей, если каждый из них будет тебе рассказывать твою проблему, свою проблему тебе, да, и ты будешь пытаться эту проблему как-то даже понять, даже услышать, ты в какой-то момент ну просто сломаешься, потому что у тебя конечная, твоя жизнь конечная, у тебя конечное число времени подумать, как бы ты не старался это время расширить, у тебя конечное число усилий, и в конечном итоге, ну, ты умрешь. Вот. Поэтому и надо аккуратно это время использовать и не давать людям, которые подошли к тебе и начинают лечить своими проблемами, позволять им эту историю, ну типа на тебя навалить. Потому что это тоже, понимаешь, это же очень хорошо работает. Там человек же, он как устроен? Понимаешь, человек даже не специально бывает такое. Хороший человек, в принципе, но он не понимает, что он перекладывает на тебя свою проблему, свою ответственность. Такое происходит сплошь и рядом. И даже человек к тебе хорошо относится, он, может быть, этого не замечает. И он просто раз тебе высказал, такой, блин, братан, и ты прям искренне его пожалел. Он этой энергией как бы, он это почувствовал, ему стало приятно, ну как у огонька погрелся, знаешь. И он такой, бля, я еще хочу. И еще к тебе приходит, и еще к тебе приходит. А потом человек же, это фабрика желания. Один раз ему хорошо сделал, ему кажется, что это норма. Когда вот у тебя дети есть, это же офигенно. Ты им покупаешь лего, а потом не покупаешь лего, они говорят, почему нам не купили лего? И ты такой, я не знал, что это не опция. То есть я думал, я вам каждый раз делаю хорошо, а я вам, оказывается, все время делал нормально. А когда не купил, сделал нормально. А оказалось, я вам сделал плохо. Типа я недооценил. Здесь то же самое. Человек на тебя навалит, и все. Он потом уже просто садится и начинает тебя использовать просто для того, чтобы вот у этого огонька погреться. Поэтому это, блин, ну это тяжело. Типа к 39 годам начинаешь забивать. Мне самому, знаешь, типа тяжело. Вот мне часто говорят, что допустим, близкие люди мне говорят, что я очень закрытый человек, мне очень трудно. Мне иногда... Интроверт. Нет, не интроверт. Короче, мне, допустим, мне жена говорит, почему ты вот не говоришь мне... То есть она меня часто спрашивает, как ты себя чувствуешь? И мне... И я... Она говорит, почему ты мне не говоришь, как ты себя чувствуешь условно? Я пытался ей объяснить, но мне тоже тяжело это сформулировать, потому что я иногда не говорю ей, что я чувствую не потому, что я не хочу с ней делиться, а потому что у меня в голове какая-то есть догма, что я просто не смогу достаточно точно сформулировать, что я чувствую, и поэтому нету смысла говорить поверхностно. Понимаешь, я ей скажу, она неправильно поймет, и я такой, да это все равно не то, что я имел в виду. И поэтому я, ну, часто такой, ну, ограничиваюсь, типа, ну, сейчас не очень, допустим, или сейчас очень, блядь. Вам не кажется, что... Я что понял? Что мы немножко о такой добродетели, как вежливость забываем, потому что на передний план, особенно со всеми событиями в мире, вышла именно рефлексия. И как будто все люди, которые вокруг нас, и ты сам, они все просят от тебя какой-то рефлексии. Вот как ты говоришь, что тебе надо постоянно балансировать между каким-то компромиссом, но на самом деле, мне кажется, я сам так делаю. Когда тебе кто-то говорит про свои проблемы, то можно сказать, чем я могу тебе помочь. То есть ты к вежливости потом добавляешь какую-то добропорядочность, да? Ну, добро, и если он тебе говорит, помоги мне вот этим, ты пытаешься ему помочь. Но это, мне кажется, нормально, чем впадать в сопереживание вместе с ним. Не, безусловно. Или наоборот отталкивать. Типа полностью закрываться, ну, наверное, так тоже неправильно. Полностью закрываться. Прикинь, вот у тебя заходит после концерта, ты сделал концерт, ты заебался. Да. К тебе заходит 30 человек, из них хотя бы 15 от тебя что-нибудь попросят. Ничего страшного. На самом деле. Здесь смотри, какой момент. Я тебе объясню, вот ситуация. Когда человек приходит к тебе с проблемой, с какой-то конкретной, и говорит, можешь, ну, и ты говоришь, чем ты можешь тебе помочь? Чем я могу? И человек тебе конкретно говорит, что он от тебя, допустим, хочет. Это одна ситуация. Но чаще всего, когда тебе выливают какую-то проблему, ты говоришь, а что надо сделать? И тебе отвечают, я не знаю, что здесь можно сделать. Вот это полная хуйня, потому что это никуда, это просто ни во что не превращается. И вот... Извини, что я себя перевел, я просто договорюсь, что психологически я не могу этот момент отследить, потому что даже когда я говорю, что мне надо сделать, чтобы ты так не страдал, человек говорит, я не знаю, что мне делать, я не перестаю даже после этого. Я начинаю, типа, так, так, ну, давай, может быть, вот так? И он такой, это нахуй мне не надо. Я такой, а может быть, вот так. И я вот попадаю постоянно вот в это. Да. Вот поэтому я и говорю, что вежливость плюс добропорядочность, а добропорядочность это упорядок, это упорядок добра. Когда ты говоришь, чем я могу тебе помочь, человек тебе говорит, я не знаю, там, ничем. Или там, говорит тебе что-то нереальное, что ты не можешь сделать, и ты говоришь, ну, тогда я тебе ничем не могу помочь. Это тоже вежливо сказать право. Это хорошо. Правда. правду. Вообще, вежливость это вообще вот... Это то, что мы забыли. На передний план вышла рефлексия. Вежливость это очень хорошо. И все, что ты говоришь, правильно. Надо уметь людям отказывать. Тебе же говорят, что проблема... Я не умею. Так ты не отказываешь. Ты отказываешь. Нет. Чувак, вот так. Ты сказал, значит, я ничем не могу помочь. И после этого ты забил хуй. Нет. Ну, да. Нет. Ну, объективно. Нет, ну... Ты же не ходишь потом, не думаешь, блин, вот... Не решаешь его проблему. Я очень часто говорю, ну, я не знаю, чем тебе помочь. И потом ходишь, думаешь про его проблему, решаешь? Нет, не думаю. Так вот, это значит, ты забил. Нет, не забил. Ты... Не в плохом смысле. Не то, что ты такой грубый человек. Ты сделал все, что мог, потому что вежливость, она в обе стороны работает. Понимаешь? Вежливость это хорошая смазка для отношений, когда оба человека вежливы. Когда один человек не навешивает на тебя свои проблемы и не предлагает тебе зачем-то их решать. Вот, вот, вот. А просит конкретной помощи. Это вообще разный... Слушай, если один человек невежливый, а второй человек вежливый, вежливый человек своей вежливостью все равно сбивает с ног. Мне всегда... Один раз у меня, знаешь, какой был случай? Давай. Мы стоим что-то с ребятами просто, ночь поздняя, и вот на нас идет прям вот бык. Вот такой именно... Вот такой. И вот он к нам подходит, а я что-то говорю, и он такой... Ну, вот как-то вот именно... Не умею пародировать этих людей. Я ему такой, добрый вечер, чем мы вам можем помочь? И он... Его это сбило с ног. У нас однажды было, мы сидели в парке, играли на гитаре, потому что мужик огромный, в жопу пьяный. Такой, дайте я сыграю на гитаре. И мы такие, блин. И он как сыграл? Да, и он сел пьяный, давай ебошить блюз какой-то. И мы такие, типа... Вот видишь? Да, вот так. Это было очень прикольно. Вот. Но это немного другая ситуация. Здесь как бы конфликтная... Да-да, я понимаю, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Это, знаешь, это как в комментариях тебе пишут, ты долбоеб. Ты ему пишешь, а ты отвечаешь, типа, а почему ты меня так оскорбляешь? Да. И он такой, о, я не знал, что ты ответишь, блин. Извини, респект. Это классика. Так бывает наоборот, он тебе пишет, ты долбоеб, ты ему пишешь, ты сам долбоеб. Он тебе, почему ты меня грубишь? Понимаешь? Почему издатель научно-популярного издания позволяет себе такие высказывания в следующий комментарий? Ты такой, типа, ну, не знаю. Сложно объяснить человеку. Нет, я говорю, я олдскульщик, я люблю общение вживую. Хорошо. А когда общение вживую, у тебя стало олдскулом вообще? Сейчас, да, сейчас вообще ты что, Тимул, сейчас это вот, вот это вот, настоящий подкаст надо, чтобы три экрана тут стоит, мы разговариваем из разных точек. Мы, мы вживую. Да, класс. Ты когда-нибудь сдавал вот эти интервью по скайпу, да? Нет, я всего... Когда пандемия началась, я один раз во что-то вписался вот в такое скайпное. И меня так сильно это эмоционально высосало, я почувствовал, как будто бы... Я реально, когда вышел после 40-40 минут какого-то вот такого прямого эфира... Бесплатно закончилось, да? Не-не-не-не, это был что-то типа YouTube-стрим. И я ощутил... Знаешь, вот у меня физически был такая усталость, как будто я был очень пьяный и побежал. Знаешь, минут 10 пробежал, и ты вот... Вот эта пьяная усталость, вот такое было ощущение. У меня прямо даже руки чуть-чуть тряслись, я не понял, почему вообще это так происходит. И мне вообще вот это все скайпное, я вообще... Я и не смотрел все эти шоу, которые во время пандемии пытались делать, оно все выглядело очень плохо. Я тоже не смотрел. Не, я тоже не смотрел. Ну вот мы все троем не смотрели. Думаю, вообще такие... Ну я к тому говорю, что вживую вообще все лучше. В итоге интернет же ухудшил все. Ухудшил. Как вам заход? Да что, как заход? Не, я думаю... Бля, я в позапрошлом выпуске ключить предлагал вообще типа... Мне кажется, это такое... Я вообще не понимаю, что хуже, интернет или телевидение? Интернет. Сергей. Так, так, так. Ну нет, мне кажется, телевидение, наверное, хуже. Телевидение хуже. У меня есть гипотеза, что телевидение, оно типа очень прямолинейное. Оно типа даже, если бьет вот этот поток дерьма, он такой один. А в интернете ты типа заныриваешь, и да, там есть места с чистой водой, но в целом, в целом ты просто там теряешься. Там слишком много разного говна, понимаешь? То есть вот эти все истории... Так хаос, это же возможность в прошлом подкасте мы говорили. Это не тот хаос, понимаешь? Вот мы там говорили про хаос, а здесь скорее вот когда говно в унитаз смывается, вот так вот все крутится, это вот скорее воронка такая. Ты знаешь, вот у Билла Бера была шутка про интернет, не помнишь? Нет. По-моему, у него это была шутка. Он говорит, что интернет это наше типа дар и проклятие, что если раньше до интернета ты ебал свинью и думал, что ты сумасшедший, то теперь ты в интернете находишь форум всех, кто ебет свиней, и вы теперь группа. Вы группа, и у вас есть некие убеждения, и если кто-то начнет запрещать ебать свиней, вы еще будете возмущаться и в Твиттере, и люди будут говорить, нет, конечно, конечно, их увлечения, они не совсем ортодоксальны, но вправе ли мы осуждать людей, которые ебут свиней? Слушай, у меня вот полное ощущение, что у человечества скопилось невероятно огромное количество, как это можно назвать, какой-то супернегативной энергии. Это правда. Вот прям очень. И мне кажется, одним из анаболиков этого всего как раз-таки выступил интернет. Мне вообще... Гормоном роста этого негативного момента, потому что я из тех, кто все равно застал ту эпоху, когда этого всего не было, хотя вещи происходили тоже очень сильно страшные, но как будто сейчас это все очень сложное зло. Сложное зло. Очень сложное. Мне кажется, что это же, знаешь, такой философский вопрос. Это мы любим. Нет, ну типа зло. Комик это же философ. Да, современный. Вот мне очень, кстати, из-за этого... Из-за избегания. Мне, кстати, очень неприятно. Из-за каких-то... Что вот из... Я в очень... Я стал в очень неподходящее время публичным человеком. В самое неподходящее. Максимально. В отвратительное. Мне сейчас... То есть мне сейчас страшно ежедневно. Это хорошо. Ну то есть это означает, что ты популярный. Так. Вот, кстати, по поводу интернета. Можно секунду хейта? О, сейчас нормально, давайте. Это впервые такое. Мы обычно не хейтим. Я понимаю, но вот, короче, я был на подкасте тоже, и там мы разговаривали о отношениях. Я там сказал, что... Я разговаривал про опыт своих отношений с женой, что мы очень долго друг другу притирались и очень много ругались, потому что на старте этих отношений я на нее накладывал роль своей матери. И говорил, что типа ты должна мне убирать, стирать туда-сюда. Я говорю, ну, то есть она мне говорила, я тебе не мама. Я говорю, ну, я понимаю, что ты мне не мама. Ну, пожалуйста, веди себя, как моя мама. И этот кусок вырезается условно и выкладывается в интернет где-то в Твиттер или в Reels, где открывается портал людей, которые начинают писать, а что такого, если тебе женщина готовит и стирает? Короче, то есть абсолютное непонимание того, чего я имел в виду. Они там начинают говорить, что я кукол или еще какой-то олень, которому жена не готовит, значит, готовит кому-то другому и вообще тебе... Я вспомнил историю, что я тут делал небольшую лекцию в авиапарке. Или уже в авиапарке выступаешь? Да, в авиапарке. Прямо натурально, в магазине, натурально. Там у них есть маленькая площадочка. Возле аквариума этого. Нет, тот водолаз. Да, тот водолаз из авиапарка. И вот там я произнес фразу, задаю вопрос аудитории, зачем люди заводят детей? И там комментариев 80, что я типа мразь, потому что детей посылает бог, заводят собачек, понимаешь? Как я мог такое сказать? Самое время, чтобы инопланетяне напали. Самое. Я думаю, они подлетают, они подлетают, такие смотрят, такие просто почитали твиттер один день, такие, нет, нахуй. Помнишь, мы когда-то давно с тобой обсуждали, вот, кстати, на Netflix какая-то студия делала несколько короткометражек фантастических, которые назывались в переводе как «Овсянка» либо «Овсян». Ты помнишь, да? Да, да, там даже были не короткометражки, там были просто, знаешь, как сетапы без панчей. Там были просто куски. Первые, где рептилоидные инопланетяне напали, помнишь, которые очень быстрые. Ты помнишь, там вот именно первая серия? Там что-то они на головах носили, люди, люди носили, чтобы их не могли за... Что-то такое, вот я думаю, вот такие надо, чтобы напали. Нормально. У меня есть заход, что я очень, больше всего боюсь я, что мы найдем инопланетян, а не нас. И что мы их найдем, а они хуже нас, но не настолько хуже, чтобы было интересно, что они там с племенами, и мы их будем изучать. А хуже нас, ну, лет на 15. Все то же самое, только они вот лет на 15 хуже нас. 15 назад. Да, да, что мы их находим, там вот эта вся хуйня, что мы прошли 15 лет назад. А что мы прошли 15 лет назад? Ну, там, я не знаю, может, спиннеры какие-нибудь. Не-не-не, не 15. Спиннеры? Не, не 15, 35. Мы туда прилетаем, а там 1985 год. Все ходят вот с такими этими. С чем этими? Ну, у женщин подкладывают подплечники. Нет, тогда это все равно будет интересно, потому что я в 1985 году, допустим, не жил. А, понял. Ну, а вот... Я понял тебя, да, я понял. Что комедиклаб там, знаешь, только-только вот у них. И там тоже то же самое? Да, да, похожий. Альтернативная реальность, короче. О, прикинь, вот так должно быть. Планета зеркально с той стороны Солнца, вот так вращается, Земля, другая Земля, и она на 15 лет отстает. То есть мы туда прилетаем, а там Павел Снежок в воле. Так он и сейчас есть. Да, но там вот... Со столом на умор. Там он свой гламурный подонок еще. Там Павел... Прикинь, там такой же. Прикинь, Павел Воля зарабатывает и там. Отсюда и все блага, понимаешь? Поэтому мы думаем, блядь, да сколько можно уже? Я вон не вылезаю из гастроли, а Павел Воля все равно, блядь, очень богатый. Гораздо богаче, чем все. Ты вот часто думаешь о том, кто какой богатый? Ну, честно скажу. Не, не часто. Но я просто общаюсь с Лехой Щербаковым, и мы иногда это обсуждаем. Что, кто из вас богаче? Ну, скорее просто обсуждаем деньги. Мы просто обсуждаем финансы. Не такого, что с приходом вот этих всех денег чуть сложнее все становится жить. Расходов много появляется. Очень. Да. Ну, нет, подожди. Неправильно сказать, сложнее. Давай будем честными. Легче точно. Не, ну легче... Мне точно легче. Давай так, я не человек богатый, да, но я могу себе позволить, как я всегда говорю, там, в ресторане не сфотографировать еду. Могу себе. Не смотреть на цены, давай так, в ресторане. Ну, да, нет, на цены я посмотрю, но все равно, потому что всему есть цена. Если это будет салат из помидоров, огурцов, лука, и за... Блядь, я тоже самое подумал сейчас. ...за 1200 рублей. Я такой, нет, нафиг. То нет, конечно. Ну, понимаешь, да. Это здравый смысл, но я имею в виду, что ты... Ну, то есть... Я прям тоже... Или если я там смотрю, кофе, который стоит там, я не знаю. Не, ну я просто в таких местах и не был, на самом деле. Я единственное, что нашел недавно какую-то доставку еды. Так. Я не видел такого никогда и думал, это сбой. Я реально думал, это сбой. Что мало-мало, наоборот? Нет. Порция роллов 3400. Но это не сбой. Я знаю, оказалось, не сбой. Но я думал, что это сбой. Я думал, что продублировались цены, умножились в системе. А-а. А оказалось, нет, это такая доставка еды. Ну, нормально, видишь, это просто очень хорошие роллы. Я в итоге так и не заказал. Не заказал? Я не буду... Честно скажи, заказал. Нет, я не заказал. Вот честно. Я думал об этом. Я думал заказать, просто интересно проверить. Но там, типа, если хочешь... Интересно проверить. Ну, неужели, типа, действительно, они того стоят? Ну, я думаю, что где-нибудь... Роллы именно, да? Там есть роллы. Ну, там всякое вот это вот. Роллы. Японская кухня. По-моему, да. Рамоны какие-то, да. Ну, короче, просто интересно. Понимаешь, я посчитал... Это, прикинь, с женой, допустим, поужинает 2015. И это так, типа. Перекусили. Да. И я такого... Мне кажется, самый дорогой... Слушай, то есть сначала борщ, который она тебе приготовила, а потом перекус... Ну, я вот смотрю иногда... Ну, как иногда, который мне попадается всякий, вот тоже рилсы и так далее. Вот с этих мест, типа, Дубаи. Я никогда там не был. Ты был, да, в Дубае? Да, был. Я вот... Два раза. Я никогда там не был. Меня почему-то особо и не тянет, потому что... Мне там не понравилось. Слишком все пропитано какой-то роскошью. Особенно меня смешат вот эти все видео из ресторанов, где повара выходят, нарезают тебе какое-то золотое мясо. Да-да-да, я был в таком месте. Ты был, да? Вот я вообще не понимаю приполагу. Я был в таком ресторане с Моргенштерном. Там поэтому все этому благоволило. С кем? С кем? С Моргенштерном. Инагент. Инагент. Да, он там ел мясо. Золотое. Да, и какое-то невероятное... Кстати, у нас было там много человек, он за все заплатил. Он очень богатый человек. Ну, он иностранный агент. Да. Ну, иностранная разведка платит уностранным агентам. Конечно, да-да-да. Ну, мне это так... Я не знаю, мне в какой-то степени чуть-чуть смешно бывает. От того, что люди выкладывают... Вообще, люди выкладывают контент из ресторана дорогого. А ты знаешь, что там еще рестораны... Мало того, что там и так дорого, и курс еще дорогой. А если ты идешь в ресторан, где ты хочешь выпить вина или какого-то другого алкоголя, это все рестораны, которые на территории отелей. Да. Потому что на территории города нельзя продавать алкоголь в других местах. Лицензии есть только у отелей. И, соответственно... А вы когда-нибудь что-нибудь пили в отелях? Нет. Ну, то есть это и так дорого даже, допустим, у нас. А тут еще и Дубай, и еще и такое условие. И, условно, бокал вина ты можешь купить за 3-4 тысячи рублей, допустим. Вот видишь, сколько условий для того, чтобы ты, богатый человек, потратил деньги. Я вот поэтому говорю, что все сложнее становится. Да-да-да, поэтому ты такой смотришь и думаешь, ну... Я примерно понимаю, откуда такие чеки условно. Знаешь, там, типа, какой-нибудь футболист оставил, типа, 100 тысяч долларов в ресторане, потому что... Ну, и ты смотришь, а там бутылка вина, типа, может стоить пару тысяч долларов. Ты такой, ну, только это не трудно. А вообще, как вы к этому относились? К вот такой ретрансляции вот такого, как бы, образа жизни? Потому что это же тоже сейчас очень популярно, знаешь, там, какой-нибудь... Какие-нибудь блогеры. Опять-таки, без хейта, если что. Покупает себе там... Без негатива. Да, покупает себе там ламборгини, покупает себе какие-то часы в бриллиантах. Я как бы люблю машины хорошие. Ну, вот как-то, я не знаю, вот как вы относитесь к этому ретранслированию? Я ни разу не видел, чтобы ретранслирование такой жизни выглядело гармонично и стильно и круто. Это всегда дерьмо, на мой взгляд. Это всегда очень вычурно и по-дурацки. Я ни разу не видел, чтобы это выглядело круто ни у кого. Андрей. Я за таким не слежу. Я за таким даже не слежу. Но мне такое попадается просто. Ну, просто это же очень понятно, это, во-первых, очень понятно, зачем это делается. А зачем это делается с точки зрения психологии? Ровно за тем, зачем. Это не должно выглядеть стильно. Это должно быть грязно, вычурно. Это должно бесить. Потому что это вот ты как будто... Это тоже дает трафик какой-то? Нет, это дает человеку ощущение самоудовлетворения. Понимаешь, ты как бы ходишь и вот всем, вот с помощью одного рилса, ты всем в лицо тыкаешь своей покупкой. Понимаешь? Да, эта покупка должна принести тебе дивиденды. И ее обладание, это еще не все, что она тебе дает. Еще она должна приносить восхищение других людей. То есть машина, часы. Ну, то есть когда покупаешь дорогие часы, условно в голове ты хочешь, чтобы люди обращали на них внимание. Чтобы они говорили, это что, Ролекс? И ты такой, да, это Ролекс. Подожди, давай так. То есть сам Ролекс, смотри. Вот смотри, вот такой вопрос. Ты купишь Ролекс, если будет условие, что никогда в жизни за все это время никто не обратит внимания и не спросит. Ты меня спрашиваешь? Да. Это, ну вот. Я могу объяснить, почему. Ну, потому что это, ну, хару, как бы, это реально вещь, которую сделали инженеры. У тебя есть ролик? Да. У меня нет. У него измеритель дна общества. Это дайвинг компьютера, это часы и дайвинг компьютера. В фильме, в сериале, который называется «Наследники», я о нем говорил в этом подкасте, ты смотрел сериал «Наследники» про очень сильно богатую семью. И я потом смотрел много разборов. Вот чем мне нравится интернет, что ты потом можешь посмотреть много разборов. Вот это тоже плохо, возвращаясь к тому, что мы говорили. Ты больше не самостоятельно, не делаешь выводы. Не-не-не, я проанализировал, но мне интересно послушать. Ну, знаешь, это то же самое, что мы иногда там встречаемся и спрашиваем. Ты посмотрел концерт его? Да-не, я понимаю, о чем ты говоришь. Я не говорю, что это плохо. Я скорее согласен. А я нет. Я вот, например. Ну, иногда мне не с кем это обсудить. Я понимаю. Просто, понимаешь, без интернета ты бы остался наедине со своим анализом и все. А так ты еще чьи-то анализы послушал и уже сделал симбиоз в конечном итоге. Вот что мне еще не нравится, помимо этого всего. Мне не нравится, когда кто-то у тебя спрашивает. Посоветуй сериал. Ты ему советуешь сериал. Он его посмотрел такой. Ну, блядь, что-то не зашло. Я люблю найти единомышленников, не навязывая свое. То есть ты смотрел этот сериал? Да, я смотрел этот сериал. Блин, вот ты начинаешь обсуждать какие-то детали. Но когда-то был такой момент, я болел дома, мне не с кем было это обсудить, поэтому-то я вбиваю. Сериал «Наследники» какие-то там моменты. И вот там было хорошо сказано, что многие богатые, действительно богатые люди, они носят такую одежду, которая очень камуфлирует вообще их образ жизни и их достаток. Мне немножко, короче, это не нравится. Что вот идет такое ретранслирование роскошного образа жизни. Оттуда появляются вот эти все бизнес-тренеры, бизнес-коучи, которые реально по факту, ну, все, что они говорят, это мусор. Я понимаю, о чем ты говоришь. Дело в том, что я вообще не думаю, что это вообще достойно хоть какого-то обсуждения. Мы больше не обсуждаем этого. Нет, нет, я имею в виду, знаешь, почему? Я сейчас аргументирую. Я имею в виду, что как будто бы... Ну, возможно, я ошибаюсь, потому что я меряю опять по себе. Мне кажется, что эти люди, ну, настолько уже очевидно для всех, мне кажется, что для всех уже очевидно, что это мусор и никчемная абсолютная информация, но как будто бы продажи и их бюджеты, ну, деньги, которые у них есть, показывают, что нет отчаянных людей гораздо лучше. Да, это вредно. Это вредно и это действительно несет вред. Пропаганда такого образа жизни – это действительно очень понятная вещь. Потому что ты транслируешь неценности. У тебя предметы, у них есть определенное предназначение, да? И ты говоришь, что ты транслируешь историю про богатство самым... Ну, на кого ты, во-первых, на кого ты целишься? Ты, конечно, целишься на уязвимых людей. Человек, у которого есть деньги, никогда не понесет их такому человеку. Потому что он такой, у меня есть деньги, спасибо. Ты целишься в людей, у которых денег нет. Ты забираешь у них последнее. Да, да. А когда ты целишься в слабых и людей, которые находятся в уязвимой позиции, ты мразь по-любому. Нет, нет, ты им не помогаешь. То есть они все... И человек не может жить с ощущением, что он мразь. Человек так устроен. Они убеждают себя, что нет, я делаю много хорошего. Вот, посмотрите, этому помогло, этому помогло. Что нет, вы паразитируете. Вы паразитируете на конкретных людях. Вы несете им зло, вы разрушаете их жизнь. Она и так может быть плохо устроена, а вы ее доламываете. Он потом будет, да, он будет жить, возможно, всю жизнь вне соответствии того, что у него есть и того, чего бы он хотел, что он видит. Проблема в том, что когда ты транслируешь вот такую яркую картинку, люди на нее покупаются, им кажется, что вот счастье, оно вот такое. А счастье, на самом деле, это совершенно другое. Это состояние, в первую очередь, тебя и твоей души, а не та машина, на которой ты ездишь. Я думаю, на этом мы закончим. Итак, повторяю, specialscamedy.com. Я вас умоляю. Концерт Сергея Орлова. Он этого заслуживает. Спасибо большое. Спасибо огромное. Купите концерт, посмотрите, напишите потом куда-нибудь, что вы там об этом думаете. Что думаете. Что думаете. Напишите в комментариях, что думаете. Напишите в комментариях. Спасибо огромное. Надеюсь, ты придешь к нам еще раз. С удовольствием. Все, погнали. С удовольствием.